Субтитры делал DimaTorzok 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 Можноτε ничего не видны Клематис как клематис Он слабенько растет Но он же был у меня вот такой Видишь, но зато вот я Кусочек отрезала Пустили корнем Вот с другой стороны у меня Растет клематис теперь Я как-то вчера работала И ехала мимо Какого-то дома Я в шоке была вся стена вся стена и сиреневая прямо это надо посадить тогда их наверно несколько у меня же он был я его купила он же 1 1 . это самое не размножала не размножала я его он как один был и так он и так я как бы то я уже зимой же я его не прикрываю я его не снимаю иначе он весь просто поломается и все мне надо плантация наверно если бы у меня плантация была я настолько люблю вот это вот черенковать приращивать я да я не то это самое избрала правило когда ко мне приходит она тоже смотрит мои розы вот вот это ты мне отрежь вот это меня отрежь вот она тут копил купила какие-то розы по 3 рубля на базаре распродают сейчас может быть а я что-то уже вот то что есть я вообще не думала я думала у меня в этом году все пропали они как-то и отжили и говорила ничего не выкапывает соседка взяла все выкопала выбросил это неправильно они отходят мне тоже было много русского время я потом вот это вот у меня роза выпустила много этих левых таких я все на них смотрел и смотрел а тут решила думаю надо их все по обрезать всем показала там видео мне говорят отрежьте вы и уберите и все ну я взяла все это они же привитые они же привитые на шиповники так тебе сварить еще кофейку тогда ешь арбузик кто нарезал кто нарезал так сказали резать я резал сейчас дети приедут дети какие дети мишка будет есть арбуз аришка аришка аришки хватит миш еще там половина еще половина ты же только половину принесла вот я конечно не пошла покупать арбуз я во первых его тяжело тащить во вторых я к нему такой знаешь безразличный любитель я сейчас его только начала есть потому что больше люблю дыню куда я буду сажать вдоль дома кого ну у тебя вот эти вот я говорю что ты смотри что там делается вообще они уже цвели штамповая это роза ее называет округа мальва мальва самое интересное что собирала разные семена но это же было когда я последний раз была в крыму в севастополе там они вообще вот дома стоят прямо как вот на пир на песках и везде а их не надо не поливать ничего не что хотят то не делают я раз а выросла у меня только бордовая розовая у тебя была неправда была бордовая сначала с годами выросла розовая выросла белая появилась они сами опыляются что ли а вот а это же уже прошло ты знаешь сколько сколько прошло лены мои наверное лет семь было это же точно под сорок я ее так хотела посадить действительно вот здесь вот вдоль забора вот здесь вот везде я почему-то их тоже полюбила не знаю они здесь ни одна не прижилась ни одна не прижилась а растут там где они вздумали как-то капризничают тоже да где понравится или и они не в земле растут они растут в камнях потому что там щебенка все засыпано и это самое из-за забетонирована и вот они в каждой дырке от бетона вот там они они по вырезаю будет ли в деревне это самое цвести но там такие листья вот такие прям я не знаю она толстая в эту самую прямо в руку толщиной не знаю вот так вот такая вот сейчас огромная я не знаю что с нее будет успеет она засвести там понравилось а возле дома я говорю я больше тоже не мог не смогла развести вот белая осталась одна и все не растут они я даже это самое просто сажала эти семена здесь вот вот где я сижу вот вдоль забора ни одна не прижилась ни одна она у меня прижилась там возле дома здесь городе где это сама очень плохая земля и где это самый цемент камни там ну вот она только там растет что на любит каменистую какую-то кучу мне даже там уже надо ее и воровать потому что она как-то уже теперь размножилась уже слишком не пройти там я вообще началось это самое лето я полол дорожки полола а сейчас меня охота уже а сейчас я думаю сама сама сдохнет уже скоро осень сама сдохнет еще в этом году себе повезло что было жарко и не так раз на трава ну да она немножко подсыхала вот как-то ну елка выросла сама по себе возле этого самого бассейна а она везде тут только надо только смотреть она я ее вырываю вырываю потому что она мне там же на дорожках совсем не надо повезло что мне таня присылала своего мужа полоть не полоть а пилить траву тоже повезло иначе б я тут сидела не было не вылазившись этого огорода и а полынь специально выращиваешь а полынь специально да это мне ала принесла маленький кустик после того как у меня появились эти самые морки вот земляные эти и я не знала что делать я потом это самое это мне ала сказала что надо полынь вложить опять на перед этим я конечно сначала я не знаю вот откуда вот что берется но вот нету столько же нет я прожил у меня никогда никакой твари не было дома потом они было бы в прошлом году у меня появились мурашки на кухне мурашек выводила выявила в этом году нету потом блохи эти появились но только в одном месте в доме там где я сижу под компьютером вот это самое и я тогда купила какую-то заразу тоже полы помыла в доме все их не стало но теперь вложу полы вот ала принесла мне я прирастила она у меня выросла как здоровенная здоровенная такая но вот она упала ее дождь шел и она это самое упала сейчас очень я не знаю вообще как-то вот я ее поставила в вазочку на кухне она раз раз засыпала мне все не засыпала мне все на свете цветет я думала она будет маленькая она выросла такое огромное дерево вам интересно слушать что мы тут трендим наши наши посиделки когда я к тебе приходила миша я разделила на два видео и там где было написано люда я в гости иду к люды то видео смотрелось очень много а ты говоришь не снимай меня ты можешь мой этот самый главный этот самый ведущий моего канала соседи строили зиму строили строили дом как тепло стало летом ничего не делали только несколько окон поставили или ровный такой денег наверно нет так вот начали арбузами опять торговать опять начали торговать арбузами чтобы денежек заработать это же вложить тоже в то чтобы это само торговать такие дома строить это сколько бабок надо и все дела конечно тушь надо дать сразу ну давай сколько на 5 семьдесят девять что ли но это же я только понедельник сдам четверг я получу у меня нету у меня нету мелочи вообще нету 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 у меня очень мелкие мы у меня такие только жоптенькие значит когда придешь забирать значит и отдашь остальное еще спидаем ой сейчас тоже возлетятся денежки по палочку получила аванс 145 рублей что это 70 отдать за кредит ну да это не копейки останутся это ничто прошлый раз хоть 200 дали аванса а тут 145 и до конца месяца до 31 числа хотите так все на тебе два раза дает а мне только один раз пойдешь на пенсию будешь работать тогда будешь три раза получать конечно еще и работать буду да и мало того что я не с 55 пойду так я еще потом и работать буду нет уж ни одного дня все за поработаешь заберешь и поедем ты это соберешь а я-то хрен уже теперь я теперь уже клина что соберу жизнь дала трещину что моложите такое где-то что-либо даже интересно когда мы жили в девятиэтажном доме кстати по моему у той хозяйки которая который ты меня тогда отправляла они были вот здесь в доме здесь в центре возле вокзала они жили муж у нее жила в гараже а трехкомнатную квартиру они сдавали вот мы вот это как на судак дорога идет ну судакская я до сих пор помню улица судакская вот и можно было по кругу но далековато было ходить а вот по прямой я говорю что подниматься и помню мой арбуз как ты говоришь купили если этот арбуз это все эти ступеньки идешь-идешь площадка становишься идешь-идешь остановишься в жару надо очень было жарко вспоминаю были помоложе я говорю так далеко до моря ходили кошмар и и как будто так и надо как будто так и надо теперь хочется чтобы было раз вышел и потом еще после обеда полежим отдохнем перекусим потом после обеда еще пойдем у него у нее жить нравилось а наши и готовила и можно было прийти и покушать и не надо было ничего по столовкам никаким ходить искать правда никто не беспокоил мы сами себе могли готовить там все холодильник все это самое пожалуйста вообще все было хорошо я говорю каждый год ездили каждый год но я ездила все время туслены 100 саришей и с леной с мамухиной более большей частью вот молодые были молодые здоровые вперед куда едем неважно куда найдем все было не страшно ничего не боялись а сейчас думаешь ой а как это а что это ой в саке мы ездили мне тоже нравилось рядом с морем недалеко а мне саки не понравились я покупала путевку но я вообще не люблю степной крым я любила еще как раз мы ездили в то время когда вот развал советского союза был когда все закрылось не кинотеатров не магазинов там еще тоже не было такого строения как я уже по жизни когда все развалилось вообще идешь ларечки закрыты все там это самое ой хорошо нормально мне правда до этого до далековато было ходить до озера мы не каждый день хотели на озеро конечно чудесно просто я говорю настолько было интересно мы настолько смеялись вот действительно кто бы сказал что вот ты будешь лежать на воде и не сможешь это самое и говорят так это самое в израиле и детям вот оно держит себя просто и действительно вот да на себе могу сказать что действительно целебная вода шла стерла ногу мозоль лопну все я зашла и даже не заметила то есть сланцами натёрла зашла она столько щипала на следующий день все прошло оно все затягивается вот прям вот так вот аж стягивает и циранешь погожего раньше все время в румынию ездила вот именно там где вот это море тоже забыла как это она называется на букву т и именно туда ездила чтобы там какой-то санаторий где тоже по турфирме ешь был один год тоже туда собралась мои соседи вот танец ли они тоже туда ездили но и мы я говорю я поеду с вами можно можно ну конечно в разные комнаты все и мы тогда пошли оплатили уже путевки оплатили а потом раз что-то случилось что это было уже тогда я сейчас не помню но дело в том что самолете автобусы от меня с украины украины сейчас скажут опять неправильно поставила ударение вот что-то случилось и нельзя было уже автобус уехать через это самое вот и можно было они значит соседи мои сразу отказались а мне они предложили с самолетом лететь но это получалось намного дороже и я тогда отказалась говорю одна я не полечу неизвестно куда вот с вами я уже поехала ну вот это самое и так они не поехали и я не поехала а так уже тоже хотела вот на это озеро соленое и мы брали воду и полоскали мы и носики наши и горло у меня проблемы с носом но они как-то сама как-то вот было прошло и я вообще не все было отложено прочистилась не знаю очень целебная вода и косточки мои тоже на ногах я не чувствовала наверно может даже год и два какие они были вот воспалялись а потом такая вот затишье такое все прошло надо наверно отключаться слишком много уже мы на болта до болтаем болтаем для вас это смотрю у меня уже видео бог знает какое тут записалось на повырезать вот и много так много наснимала а мы просто сидим и болтаем не то что я записываю для вас что-то интересное а то как мы проводим вот с людой сегодня вот так вот проводим мы с ней время она вот пришла ко мне мы с ней пьем едим и просто просто болтаем мы можем с ней быть наверное и днями поэтому если бы мы были вместе поехали в отпуск конечно бы мы нашли чем заниматься и нашли разговоры у нас нашлись бы на все 10 дней но видите как не уговорила я ее поехать да я не люблю уговаривать я спросила поедем поедем но что уговаривать это пустое дело это не дело неблагодарное потому что вот какала она хочет чтобы было дешево и чтобы было хорошо но также не бывает и я уже подстраиваюсь под нее и получается все равно и все равно не так и все равно не так вот и все равно я ничего ничего не добилась и я жду конечно я теперь жду сентябрь посмотрела последний отлет 12 сентября из витебска и а она как раз 6 сентября получает паспорт потому что у нее старый паспорт 10 лет и все нельзя у меня тоже кстати в следующем году уже паспорт заканчивается совсем на свете аришка моя приехала моя аришка приехала все девочки я заканчиваю весь мой этот самый все наши разговоры и что ему руб Продолжение следует...